Всем привет! С вами вновь на связи проект Games Voice и я Алена. И я принесла вам немножко бэкстейджей с записи дубляжа Хогвартс Легаси с участием крутейших актеров всей российской локализации. Кстати, именно в этом видео вы наконец-то получите ответ на вопрос, кто же озвучил бармен Шассерону. На всякий случай я напоминаю, что в видео может содержаться немножко спойлеров, так что если вы их боитесь, то мотайте сразу в конец видео. А мы начинаем! Может мне постоять неподвижно? Никогда не видел такого страха в твоих глазах, а? У муравья и того больше храбрости. Экспульсо! Жует, да? Ну да, они едят там что-то. Повезло нам в этот раз с добычей. И ведь гладко все прошло. Твоя поганая жизнь сейчас оборвется. Протего! Авада Кедавра убивает мгновенно. Скука смертная. Думали, сможете рыскать тут беспрепятственно? Да, навыки у тебя не ахти. Впрочем, ты тоже, наверное, разочарован. Редоктор! Что вы там говорили? Лучше из пяти тысяч? К брою! На, двигайтесь! Позвольте представиться, Август Хилл, весьма выдающийся портной. Честно говоря, вы достойны Ордена Мерлина. Но я могу предложить вам нечто более практичное. Слышал, наша дорогая Клементина втянула вас в авантюру с бабочками. Странная девушка, но люди разные бывают. Здравствуйте. Заходите, осмотритесь. Но ничего не трогайте, если у вас липкие пальцы. Ох, боюсь, это вам несколько не по карману. Пока что, как минимум. Всё пошло наперекосяк. Мне едва удалось сбежать. А вот Майло не повезло. Знаете, что люди говорят о благих намерениях? Её увлечение погубило немало жизней. Осторожнее! Кто-нибудь и пострадать может. Спасибо, что зашли. Приятно иметь с вами дело. Так Майло называла Крамантула. Он всегда был тем ещё выдумщиком. Действительно. Я надеялась, что когда придёт время, хозяин этого кабинета поможет нам. Именно так. Боюсь, нам нельзя терять время. Как вы знаете, ни света без тени, ни тени без света не бывает. Я здесь. В этом месте. Ты можешь называть меня Ниуф. Поспеши, но соблюдай осторожность. Используй то, что тебе попадётся, чтобы найти меня. Здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик. Во что бы ты ни стала, избегай её. Доброе утро! Если вы предпочитаете вечер, то я могу это устроить. Какая приятная встреча, моя юная подруга. Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. С друзьями всегда интереснее путешествовать. Не каждый же день деревушке приходится усыплять тролля. Девушке. А, деревушке. Да. Но тролль мой, а значит и проблема моя. Мне надо побыть одной. Но я искренне благодарна вам. Интересно, можно ли научить тролля летать на метле? Какой смелый выбор одежды. Боже правый. Сдержанность, как у тролля. Прошу прощения. Эй! Какой-то бездельник швырнул в меня кусок пергамента, и тот... застрял. Не могли бы вы его достать? А теперь давайте посмотрим, сколько времени вы уделяли тренировкам на каникулах. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишён призовых очков. Хорошо. А теперь задание первого урока. Пролететь через каждое кольцо во дворе. Что ж, задания выполнены. Давайте приступим. Итак, Глацус. Да. Те Хаси Тенгу – команда из Японии. Лидер чемпионата. Известно своими суровыми тренировками. Я в ответе только за свою судьбу. А вы – за свою. Я горжусь возможностью делиться подобными знаниями с учениками из любой точки земного шара. Судя по одежде, вы планируете учиться, не вставая с постели. Ох, бедная моя печенька. Остаётся только надеяться, что ей удастся сбежать. Плевать, я хотел на тех браконьеров, чтобы их Докси побрали. Главное, чтобы моя печенька вернулась домой. Однажды она сама за мной пошла. Не отставала от меня ни на секунду. Я никогда не собирался заводить животных. А теперь и жизни не могу без неё представить. Эй, ты. Имей в виду, жизнь без печеньки для меня не жизнь. И поберегись. Насколько я знаю, тебе есть чего бояться. Будто гиппогрифу нравится катать на себе человека. Какой позор. О, прошу прощения. Пожалуй, я сообщу заместителю директора о ваших невероятных успехах. Взвешенный и мудрый ответ. Ничто ценное не даётся легко, а потому к такому будущему стоит стремиться. На сегодня всё. Можете идти. Пора прекратить тренировки и проверить отточенные навыки за пределами класса. И я с радостью воспользовалась шансом рассказать другим правду о своём даре и о том, сколько пользы он может принести. Вам навсегда стоит запомнить, что все наши действия имеют множество последствий. Как можно сосредоточиться, когда вокруг шум и гам, как в детском саду? Ты хорошо себя чувствуешь? Выглядишь неважно. Невероятно! Как тебе это удалось? Ой, чё-то я... Да хорошо, прекрасно. Пускай он так и будет. Я бы не стал предлагать будущему астроному какой-нибудь третийсортный луноскоп. Правда, тут кое-что ещё. Интересно, знает ли профессор Бинс что-нибудь об истории астрономии в Шотландии? Чувство, будто я из приключенческого романа, который читаю на каникулах. Надеюсь, мы будем изучать степень растекания драконьего навоза. Что могло понадобиться директору? Пушишки обожают козявки. Подсунуть бы её кому-то под нос, вот будет умора. Профессор Шах такая же холодная и отстранённая, как те чёртовы звёзды, которые она заставляет нас отмечать. Не так мне хотелось проводить вечера. Ты помог мне с пером фвупера на зелье варенье, и я подумал, что именно твоя помощь мне не помешает. Моё летучее пиво ещё варится. На это нужно время. И снова здравствуй. Что? Эээ, да, сэр. Обязательно. Спасибо, сэр. Большое спасибо. Кому нужен Хогвартс Экспресс, когда можно просто запрыгнуть на метлу? Тебе сегодня стоило отсидеться в своей спальне. Иногда я спрашиваю себя, у тебя вообще глаза на месте? Нет, серьёзно. Протего! Поймаю-ка я друга, девчонки. Тогда Харлоу обратит на меня внимание. Меня за это капитаном сделают, не иначе. Инсэндио! А ты не слишком-то умна, как я погляжу. Только время на тебя потратил. Флиппендо! Как ты смеешь порочить имя Руквуда? Скажи спасибо, что я не разрезал тебя надвое. Я тебя на удобрение пущу. Участь предателей гнить в земле. Убив кого-нибудь, я вою от радости. Дверь не откроется, пока глаз вас видит. Вы вдвоём должны стать невидимыми для него, чтобы войти. Вы говорите на гобли-дуке. Берите с собой всё, что нужно, и ждите меня возле гробницы ведьмы. Чёрт возьми, они добрались сюда первыми. Нам нужно заполучить его, иначе им воспользуется Руквуд, чтобы выслужиться перед Ранраком. Хм. Ну что ж, раз Сироны считают, что у нас общие цели, возможно, нам стоит довериться друг другу. Огромные вместилища, защищённые магией и изготовленные из гоблинского металла. Это так, догадки. Вы произвели на меня огромные впечатления. Хорошо, что я доверился вам. И на сегодняшнем уроке мы разберём поистине увлекательное происшествие. От этого будет куда больше пользы, чем от изучения рыцарских подвигов, давно минувших дней. Хогвартс существует вне потока неумолимого времени. Возможно, именно поэтому он так восхищает меня. Само собой, в Хогвартсе нет притворов, поскольку, как всем известно, в замках, в отличие от соборов, их не бывает. Этот азарт академических изысканий. Незнакомо это чувство. Мудрые люди вроде вас способны извлечь из этого урока. Разумеется, какая обстановка вам будет приятнее всего? Дик любит смотреть на могилы... Подойдите к пушишкам осторожно. Откройте хвать мешок, и их затянет. Да, Дик подумал, что вы захотите научиться создавать загон для разведения существ. Скажите Дику, когда разведёте их. На бабке. Да. А ещё Дик знает пару лавок в Хоксмиде с разной одеждой, которую можно улучшить. Астрономия — это не прорицание. Вы не прочтёте Таин Космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки. Увы, для мечтателей небеса всегда остаются туманными. А теперь ступайте. Вам наверняка ещё надо заняться какой-нибудь звёздной картой. Подозреваю, ваш вопрос возник из непонимания, как кто-то вообще может любить астрономию. Увы, такого же мнения придерживаются те, кто не вполне представляет себе, как много нового нам могут поведать звёзды. Забыли одеться? Неужели вы так спешили полюбоваться ночным небом? Оливье, мадам Оливье, и нет совсем не в порядке. В замке неподалёку обосновались пепламбы и наводят ужас на Крэкфорд. Крофт, фу, неправильно сказала. Мерлинова борода. Ученик победил одного из самых отъявленных негодяев Руквуда. Наконец-то эти грабители оставят нас в покое. И всё благодаря вам. Когда будет найдено потерянное, предательство брата изменит ход войны. Оооо... Никогда не видела такой ауры, как у вас. Вы уникальны. Знаете, ломая вещи, сломленный дух не починишь. Как жаль, что с моего портрета не видно положение звёзд. Почему меня всё время отправляют в патруль? Я способен на большее. Я готов был поклестся, что слышал. Видимо, показалось. Не сдерживайся, давай, постарайся, ты можешь. Ох, ты за это заплатишь. Так что же мешает нам покончить с миром волшебников раз и навсегда? А ничего, день Ранрока уже настал. Вы двое доставляете Ранроку немало проблем. Он будет доволен, когда мы притащим вас к нему. Тебе не остановить восстание Ранрока! Сделайте же что-нибудь с этой чёртовой мандрагорой! Сейчас ты за это заплатишь. Ты меня, похоже, не расслышал. Я сказала, человек занят. Я, конечно, Фердинанда никогда не жаловала, но уничтожить его Раму это было уже слишком. У Дот большой талант к зельеварению. Она готовит рябиновый отвар для странствующих торговцев. Эйден собирался принести мне коробку писем. Дот покажет, где он мог её потерять. Напомните ему о нашем разговоре. Он, конечно, не доверяет ведьмам и волшебникам, даже таким юным, как вы. На момент записи этого видео озвучено около 85% всего материала. Это почти все персонажи, за исключением главных героев. Именно на них приходится оставшиеся 15%. И, хоть объём работ у них впереди ещё довольно внушительный, мы прогнозируем окончание всех записей приблизительно к концу июля. Это не значит, что озвучка выйдет сразу в тот же момент, потому что у нас впереди ещё обработка звука и тестирование игры, но, тем не менее, процесс обработки уже тоже идёт вовсю. Надеюсь, что вам было интересно наблюдать за работой актёров. Подписывайтесь на наши аккаунты, чтобы быть в курсе всех самых свежих новостей. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами были Pride Games Voice и я, Алёна Андронова. До скорых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok